Музыка Мне нравится здесь жить, мне нравится село наше Вильгард, которое находится там в каком-то шаговой доступности от города. Тут получаются такие преимущества села, но в то же время это такая цивилизация, то есть не совсем глухо. Дети могут заниматься в каких-то там кружках. Тут можно совмещать прелести именно деревенской, такой сельской жизни, спокойствие. У нас тут в селе очень многие друг друга знают. Это, кстати, немаловажно. Так это хорошо, когда ты там идешь с собой здороваться, ты здороваешь с кем-то. Почему вот мне север нравится? Ну, это чистота. То есть люди другие немножко. Здесь не было крепостного права. И у людей чувство собственного достоинства. Вот оно как-то вот не выкривали. Они не любят, чтобы их унижали, и не любят унижать других людей. Здесь как-то люди более бескорыстно относят друг к другу. Помочь? Ну, пожалуйста, поможем. Нет такого, что мне за это будет. Это тоже черта северного человека. И очень открыто, и очень теплое отношение. Вот тепло. Вильгард всегда был центром ремесла. И гончарная, и бандарная, и мастера-краснодеревщики. Из всех населенных пунктов, которые в Циктовинском районе, самый центр ремесла как раз Вильгард. И почему на гербе Вильгарта у нас изображена утка, прародительница всего живого и покровительница ремесел. Село Вильгард, жителей которого по утрам будут петухи, находится в 7 километрах от столицы республики Коми, города Сыктывкара. В 1586 году это была деревня Алексеевская, в которой было лишь два двора. По соседству располагались 6 деревень и 4 починка. А во второй половине 17 века все они слились в одно поселение по гост Вильгард. Сейчас в селе проживают более 13 тысяч человек. Из 90 улиц села можно выделить улицу, названную в честь героини гражданской войны Дом Накаликовой. На этой улице можно увидеть дома с говорящей архитектурой. Например, вот этот стилизованный древнерусский терем с распахнутыми ставнями явно указывает на народное творчество. И действительно, это Сыктывдинский дом народных ремесел зарань. В его мастерских и взрослые дети с удовольствием занимаются декоративно-прикладным искусством в традициях народа Коми. Здесь можно обучиться ткачеству, кружеплетению, керамике, батику, вязанию, валянию. В общем, любому народному ремеслу было бы желание. А постичь секреты старых мастеров всегда помогут опытные педагоги. Просто вот за кончик берешь и целиком. Вот здесь сильно не затягивай. Все, умничка. Второй слой мы с вами укладываем поперек. Тоненький. Ну, я этот мастер-класс взываю не просто так, но как без валенок на севере. Даже когда не очень холодная зима, без валенок никуда. У меня дети, наоборот, даже когда тепло, просят, мама, можно одену валенки. Ну, это традиционная обувь наша. А процесс валяния, он как бы схож маленьких валенок и больших. Понимание, как это делается, я детям хочу дать. На той же улице дом на Каликовой находится еще одно здание с большим количеством декоративных элементов. Оно построено было для начальной сельской школы в 1913 году по проекту первого профессионального архитектора Коми Александра Холопова. Фасад здания и крыльцо богато декорированы, что характерно для национально-романтического стиля в русской архитектуре, который назывался петушиный стиль. В 1999 году в здании был открыт Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Алексеевны Налимовой, его основательницы. Здесь можно найти и предметы быта, и геральтику поселений, и даже уникальную коллекцию аутентичных инструментов. Этот инструмент называется «Ягавынь». Значит, о каждом инструменте есть небольшая сказка, легенда. Значит, бежит несичка по лесу и хвостом заметает следы. Послушайте. Вот хвостом как бы виляет, и вот эти звуки издаются. Классно? Да. Вот этот инструмент называется «Сярган». С помощью сяргана отпугивали животные, которые забегают в огород. Трещотка. Трещотка. Этот инструмент очень хороший. Сирадор. Послушайте, на что похоже. Крякает утки. Крякает утки. Точка-чан. Или тик-ток. То есть мы, можно сказать, продвинутые китайцы, мы раньше придумали свой тик-ток. Это наши коми-часы. То есть у простого люда же не было часов. И каждое утро человек выходил, стучал и будил народ, что пора уже на работу. За сохранность инструментов от грызунов в музее отвечает обладатель Грам-при. В номинациях «Мяу-музейные коты» Всероссийской премии переписи служебных котов в котокультурная столица. Кот ПАЗ. Его подарили музею на 20-летний юбилей. Я, конечно, задумался, потому что всякое... С котами будут какие-то проблемы. Но думаю, дареному коту в зубы не смотрят. С самого начала он себя вел очень культурно. То есть ничего не царапал. То есть ходил куда надо. Повадки были культурного кота. И мы сразу его называли сначала хранителем музейных предметов. Буквально через какое-то время мы стали называть его младший научный сотрудник. Потом смотрим, что он не просто младший, стал старший. А вот его подарили в июле, а в декабре он уже был генеральным директором. Мы завели на него трудовую книжку. И он проводит экскурсии. А как он проводит экскурсии? Как это у нас получилось? Я же провожу экскурсию часто. И вот, например, я иду, останавливаюсь возле музыкальных инструментов. Он тоже останавливается возле музыкальных инструментов. А он это все запомнил. И вот одна группа опоздала. И они решили самостоятельно пройти по музею. А кот увидел, что они идут без меня. И пошел вместе с ними. Останавливается, например, возле этих гармошек. Они ему задают какой-то вопрос. Он в ответ им... Мяу! Да. Идем дальше. Он останавливается, например, возле баллаек Налимова. Они ему там тоже говорят пасик. Мяу! И они такие прибегали потом. Ко мне прибежали такие. Вадим Ильич, Вадим Ильич, он нам провел экскурсию. Они такие довольны, что им провел экскурсию не директор, а сам генеральный директор. Действительно, кот приносит нам славу. Действительно, кот стал нашим действительно пасом, знаком, символом. И вот приезжает группа из Москвы, из Питера. И они первый вопрос, когда заходят в музей, первый вопрос задают, где ваш кот? То есть они приезжают как будто бы на кота. Но он пропагандирует наше наследие, наше бесценное сокровище, которое в нашем музее. Ну что тут скажешь? Конечно, коту повезло. Но и музею тоже. В селе Вильгард мы остановились в гостевом доме музея-избушка. Хозяйка его, Ольга Бирюкова, старается не использовать пластик и другие неэкологичные материалы, где это возможно, и пропагандирует раздельный сбор отходов. Работает Ольга в полиграфическом издательстве в Сыктывкаре. И еще она главный хранитель и экскурсовод собственного музея. Я всегда любила старинные вещи, но мне негде было их хранить, поскольку моя мама, которая 80 лет, всегда говорила, хватит захламлять дом всяким старьем. Поэтому, когда у меня появилось место все это собирать, то и мои друзья знают о моих вот этих предпочтениях. Они, каждый вот звонит и говорит, слушай, я вот тут телефон по случаю советский обнаружил, тебе привезти, я говорю, конечно, вези. У каждой вещи есть свой конкретный хозяин. Я знаю фамилию, отчество, его историю, то есть это не какие-то отвлеченные вещи. Это вам доставляет удовольствие в жизни? Да, это доставляет удовольствие, потому что это память предков, опять же, людям это интересно. А что вам еще в жизни доставляет удовольствие? Я всегда жду воскресенья. Почему? Потому что я иду на литургию, в храм. Там наша община, мы все там вместе, все стоим, молимся, у нас там вот такой благодатный дух. С нами наш отец Дмитрий, который всегда в конце говорит очень хорошую проповедь, которую хочется слушать. А потом мы вместе трапезничаем и опять же слушаем его. И вот для меня воскресенье его благословение крестом и вот какие-то напутственные слова, это для меня задело на следующую неделю. И если я в воскресенье не схожу в храм, то для меня это, ну, такая, не очень для меня хорошо. Что-то у меня рушится и по работе, и в личной жизни. Уже проверено. А вот с момента, когда вы пошли вот в храм, вы почувствовали какие-то изменения в самой себе? Что у вас изменилось? Вы знаете, вот как мне мои родные говорят, я один ребенок в семье и очень эгоистичная. Ребенок, вот как-то, знаете, такое чувство, что вырос сам по себе уже в Академии культуры, дочка учится. Хорошая, хороший человек, хороший ребенок. с мамой как-то все какие-то, знаете, недопонимания и так далее. А как подумала, потом заглянула вглубь себя, оказывается, это все от собственного эгоизма. И любви не было, доброты. И сейчас, конечно, я с собой борюсь, но отец Дмитрий говорит, нет, не говори так, что борюсь, молись. Пытаюсь, по крайней мере, приблизиться к тому, чему я хочу, чтобы, потому что, когда в человеке нет любви, тогда ему очень тяжело. И близкими, которые рядом с ним, тоже тяжело. И веча светила Рождеством твоим, и Родца Семёна неблагословимы. И как же подаваши предварив, вины не спас истина вследствие Божия, но умери во броне жительства, и укрепи люди, и живозлюбил и седини человека лючий. Храм Средине Господня, в которой Ольга каждое воскресенье спешит на литургию, находится тоже на улице Домна Каликовой в центре села Вильгард. Строительство его началось в 2015 году, и продолжается до сих пор, но в нём уже тепло и уютно. Стараюсь посещать храм всегда, в любое время, время службы, и нет, когда службы, это самое, но стараюсь жить так, как мне хочется, моей душой, чтобы я жила с Богом. вот расписание это на будущую неделю. Понедельник у нас службы нет, но мы открыты здесь с 9 часов до 2. Как раз такой период, когда обед, время обеденное, и могут прийти здесь, заказать какие-то записочки, требы, купить свечи, просто посидеть. Я своим многим знакомым говорю, я говорю, просто приходите и посидите. Сейчас такое время у нас неспокойное, поэтому, я говорю, приходите, мы всегда рады. Чем можем, мы вам поможем и расскажем. Мы не сможем, батюшка, всегда. В селе Вильгард уже был Сретенский храм, но во времена гонения на церковь в 1938 году он был разрушен до основания. Последним старостой храма был крестьянин Ефим Петрович Кочев. Он открыто выступал против закрытия храма и собирал в его защиту подписи сельчан, за что было арестован и расстрелян. Имена разрушителей давно стерло время, а вот имя защитника храма осталось в памяти людской. И в 2001 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви причистил Ефимия Кочева к лику святых новомучеников и исповедников российских XX века. А в 2009 году в селе Вильгард образовалась православная община его имени, которая долгие годы шла к своей мечте вновь построить в селе Сретенский храм. Отдали нам здание молитвенного дома. Это бывшая аптека, кстати, символично тоже. Здание было такое развалившееся, окон не было, система отопления тоже размороженная. И уже, когда шел снег, нам его передали. Но я, конечно, переживал и боялся. То есть, это первая у меня такая стройка была. И людей нет, денег нет, опыта нет. Но мне священник сказал, ты читай Акафисты каждый день, разум святым, каждый день читай. Вот я так стал делать. И люди стали потихоньку подтягиваться. И вот так пришли первые люди. Вот Валентина Ивановна первая была. Она вот с самого начала была. Красила тоже вместе со всеми там. Кошеварила. И вот в феврале уже 2010 года, вот через буквально 4 месяца мы уже служили в молитвенном доме. Мы все приходим, знаете, когда радостно, вроде как и радостно. А скорби у меня просто дочка очень рано умерла. 26 лет. Она мне оставила внучку, я ее с малого поднимала. Поэтому вот церковь меня только спасла. И слава Богу за все. А церковь как вам помогала? Ну, я сюда стала ходить. Что у меня на душе? Я уже не подружки и не соседки говорю, а батюшка у меня рядом. Там, когда мы открылись, нас было очень мало. И мне нужно было и в лавке быть, и кашу варить. А батюшка сразу сказал, говорит, кто к нам приходит в гости, всех чаем поить. Вот этим мы сблизились. Потом стало, немножко каши сварила, немножко супа сварила. И к нам приходят, и даже некоторые дети говорят, я не уйду, я у них еще кашу не еду. Люди, которые приходили, они видели, что необходимо как-то участвовать. То есть, ну, а если не мы, то кто? То есть, не будет же там священник один этим делать. И вот постепенно там, вот, именно люди, помогая участвовать в этом храме, они объединялись в одном общине. То есть трудности, они как бы образуют, как помогают образовать коллектив. Мы постепенно вместе преодолеваем эти трудности и постепенно сплачиваемся. Вот так вот, где-то что-то одни там поделали, там, субботники организовали, там, вместе с детьми, там. И вот оно это объединяет. То есть, появляется такая соборность. Она у нас, как бы, такие, если так вот образно взять, там, есть у нас воины, там, на продовольственном фронте, там, кто-то у нас кушать готовит, есть там воины, там, на молитве на фронте, там, священник. Это помещение, молитвенный зал, то, где мы молились. И вот служили мы здесь с 2010 по 2022 год. 12 лет, хотя мы думали, что всего на три года мы сюда заехали, храм будет быстро построен, вот, и мы тут временно располагаемся. Книжки вот, стол рабочий, все тут. Даже диван тут есть, видите, у меня какой был. На этом диване, сколько мне пришлось выслушать исповедей, ну, такая обстановка располагающая. Женщины тут вот занавески сшили, все очень красиво. А вот это мой родственник, очень хороший пилот был, человек, пилот от Бога, вот в советское время. Знаете, как он был крещеный, мама была верующая, знаете, как крест нельзя было носить, а вот посмотрите, что у него на куражке было. Вот так в советское время люди веру свою исповедовали. Трапезная здесь, да? Да, трапезная, кухня, вот очень много тут мы за чашкой чая вот беседовали о том, что было интересно людям. Ну, это наша воскресная школа, помещение, тут проходили занятия. Ну, вот осталась доска, еще видите, фортепьяно. Ну, а теперь это здание, оно пустует, но есть планы о том, как его дальше использовать, но пока у нас нет возможности. Все силы идут на строительство храма. Идея создания храма в селе принадлежит Артуру Альбертовичу Рудольфу, человеку верующему и понимающему, что не хлебом единым жив человек. В начале 2000-х годов. он был главой Сахтывдинского района, в состав которого и входит село Вильгард. Отец Дмитрий в это время служил в кафедральном соборе святителя Стефана Пермского города Сахтывкара, но, услышав про строительство храма, подал прошение архиепископу Петериму, главе Сахтывкарской и комизорянской епархии, с просьбой направить его в село Вильгард для помощи строительстве храма Артуру Альбертовичу. Я-то думал, он будет строить со своими ресурсами административными, я буду просто помогать, а все получилось наоборот. Артур Альбертович уже давно не в республике, уже живет в Калининградской области, в Калининграде, и вся стройка в общем легла на мои плечи. То есть мне вышло так, что я не помогаю храм новый в Вильгарте, а строю его. Но строит Бог, а мы только инструмент, конечно. Ту серьезную работу там заливка фундамента и так далее. Это, конечно, делали соответствующие организации. А мы уже, что касается там убрать снег, перенести доски, покрасить. Вот такую работу мы, конечно, выполняли. Мы изначально здесь еще сваи были, еще котлован был. Мы на все воскресники или субботники, как только батюшка скажет, мы сразу все идем. Как можем, чем можем, тем помогаем. И дети, и взрослые. Ну, я с папой помогал ставить брус, помогал. Потом помогал, ну, затаскивать в строй материал в основном. Таскали, снег чистили, убирались, мусор вывозили. А это с удовольствием делали или по принуждению? С удовольствием. Потому что мы знали, что мы будем сюда ходить, молиться, то, что дети наши, ну, мои будут ходить. Конечно, это не просто с нуля построить храм, но прихожане всегда верили, что с Божьей помощью у них все получится. И еще больше объединялись в труде и молитве. Самое главное это служба. Это служба, это литургия, это молитва. Она и объединяет, она объединяет. Ну, это даже чувствуется на службе, когда люди вместе. Господь сказал, где двое-трое соберутся во имя Мое, там и я посреди вас. И это действительно чувствуется. Ощущение Бога, оно есть. Оно даже не только на службе, оно вообще в жизни есть. Многое объединяет прихожан Сресенской церкви. И это не только труд, но и отдых. Зимой мы проводим эстафеты, спортивные эстафеты. Там и дети участвуют, вместе с родителями. Летом мы организовали с семьей сплав по нашей реке Сысола на катамаранах. Очень было весело, интересно и трудно, и с ветром. Первый раз у нас такое было, что очень был сильный ветер, и мы против ветра плыли. То есть каждый выжил все свои силы, способности, коллектив сплачивается. То есть люди начинают друг другу помогать. И как-то даже дружнее становятся. Может быть, если кто-то просто здоровался, да, раньше, приходя в храм, то теперь уже появляется какая-то дружба. Они начинают общаться друг с другом и очень много впечатлений. То есть это после нашей поездки, когда мы провели ее летом, на выходных, наверное, в течение месяца мы ее очень обсуждали много. Да, как было интересно, весело и повторить бы еще. Еще объединяет прихожан храму любовь к природе родного края. Лес с его богатствами не один век был кормильцем народа Коми. Но, к сожалению, не все об этом помнят. То, что происходит вообще на земле, вот на нашей земле, на которой мы живем, и это страшно. Вот эти пакеты, стаканчики, какие-то обертки вот эти пластиковые. И это что, все уходит на землю, в лес, куда-то, ну пусть даже на полигоны, но это же тоже какая-то площадь. И это неизвестно, когда это все как бы перестанет быть. не знаю, мне кажется, это ужасно. Мне кажется, так нельзя относиться к природе. Надо немножко, ну чуть-чуть на шаг вперед заглядывать, что будет потом, когда это все будет просто завалиться мусором. И вот это отношение такое трепетное к природе, оно формирует в нас экологическое чувство. Мы начали с себя внедрение, разделение сбора отходов. И когда мы увидели, что практически большинство отходов можно обратно пустить переработку, мы тут же взялись за дело. Отдельно бутылки. Это вот мягкий пластик мы тут отдельно раскладываем. Это вбированное. Чтобы этим заниматься, надо быть, ну, немножко чокнутым. Потому что это очень много времени занимает. Вот, значит, у нас пэт сюда, а вот полисперол уже летит сюда. Здесь у нас накапливается то, что мы собираем. Вот, складываем, чтобы пришла машина, газель, вот, чтобы не возить там по чуть-чуть. Вот, и накопив какой-то объем и вызывая машину, она увозит. Здесь бутылки, тот же пластик. Отходы с нашей стройки. Кстати, стройка порождает много отходов. Вот пленка от утеплителя, упаковка. Вот, вот, картон от керамогранита очень много. Вот, мы стараемся это все не выбрасывать, а как-то собирать. Вот, строителей наши гоняем, они нас, конечно, ну, ругаются, но мы, так сказать, если видим пакет, они что-то выбросили, вот, их, так сказать, им указываем. И они уже нас боятся. Да, уже стараются все как-то это делать, чтобы все шло в дело. В раздельном сборе мусора, как и во всех делах общины, задействованы не только взрослые, но и дети, которых однажды привели в храм. У вас много детей в храме. Сегодня мальчишек много, и они с удовольствием занимались, потом пошли наверх на службу. Ну, да, это вот заслуга Михаила, что вот он так взял как-то на себе. Он, до этого, ну, вообще, он не педагог по образованию, но у него стало получаться, понимаете. И дети тянутся, потому что они чувствуют любовь. Вот, если есть любовь, все остальное, в общем-то, ну, как-то вот придет в норму. Он привозит мальчика с интерната сюда. Вот, как бы, этот мальчик прикипел сюда, он ждет уже, когда за ним приедут. Вот, вот, знаете, говорит мальчик, Максим. Михаил, прямо в воскрещение, можно сказать, ведет этого мальчика. И вот он как-то прикипел к нам. Вот Михаил каждое утро едет в город в воскресенье, забирает. И вот он с радостью ждет, когда за ним приедет Михаил. Потому что он чувствует, что здесь, вот, здесь его любят. Все, не беспокойся, никто нас не обижает, никто нас не обижает. Переживает. Михаил, у вас, я думаю, времени свободного не так много. Зачем вам курятник такой? Он у нас, знаете, для общего развития, то есть он для всей семьи, можно сказать. Это и полезное питание, и занятие определенное, да, и даже какой-то способ, ну, там, отдыха. То есть, допустим, когда ты где-то, вообще у меня работа такая, я работаю юристом, она сопряжена, постоянно споры там какие-то, туда-сюда. А вот, когда ты придешь дома, там, позанимаешься в такой вот работе, то вот это все уходит, напряжение вот это, оно пропадает. А много яиц в день нужно собрать? А где-то около десятка. Еще доставай там. Да не бойся, а петуха доставай. Он у нас грозный стал. У Михаила Ефименко трое детей, большое хозяйство. На работу ездит в город, в храме много послушаний, ведет воскресную школу. На вопрос, как все успеваете, отвечает, Бог помогает. Ну, у меня старший ребенок, вот он так это, он все сам делал. Он сам у нас музыкальную школу записался, он сам учился, притом учился очень хорошо, он там все лепяды выиграл. А вот, сейчас в самом Петербурге учится, и я так и думаю, что просто потому, что, как бы, Бог оставлял мне время на другие дела. То есть, вот он, как бы, не занимал меня на это, там, что я там должен с него заставлять, там, проверять, там, или что-то еще. А он вот так устроял, что у меня осталось время на другое. Ну, я думаю, что именно так. Михаил, а почему у вас занятия в воскресной школе параллельно со службой идут? Ну, можно сказать, это как бы такое вынужденное, такое решение. Не могу сказать, или даже не утверждаю, что это верно. А вообще, мы в своей школе поставили такой приоритет, что тот, кто хочет стоять на службе, тот, кто готовился к причастию или еще что-нибудь, это выше занятия в воскресной школе. То есть, допустим, это как бы такое снисхождение к детям. Знаете, такое снисхождение, потому что, например, кто-то еще не сильно готов простоять всю службу. И лучше того, чтобы он маялся, он тогда идет и там уже занимается так, насколько он может. То есть, это снисхождение. Тот же, кто может, например, простоять, то мы говорим, давайте, ребят, вперед. Мы не подменяем одно другим. Это просто такое, как бы, небольшое такое понижение планки до того момента, пока человек не будет готов уже находиться на службе от А и до Я. осознанно. Осознанно, да, осознанно, чтобы это было уже не в тягость, а в радость для него. И вот поэтому так вот проводим. И потому что дети, они все-таки немножко дети, надо там посустрить, и чтобы они еще других людей тоже не особо отвлекали. Потому что все-таки от молитвы отвлекать нельзя. Бог же сказал, дома молитва наречется, да, а когда вот так бегают дети, я ничего не имею, все-таки бегают, но это все-таки отвлекает. Вот цель, какую вы ставите себе в воскресной школе? Чем вы хотите их научить, что вы хотите преподать, какой урок? Ну, а самая главная цель это научиться жить именно, чтобы вот та теория, которую они получают, была применена на практике. То, что все, что мы знаем, или там, что нам говорят сам вона, или то, что мы там читаем, оно реализовывалось в жизни. Чтобы оно не оставалось просто теорией. То есть, такой суммы знаний. Вот, я нисколько не умоляю педагогов обычных школ, но хочу сказать, что у них задача облегчена тем, что достаточно, например, человека научить таблицу умножения и задача будет выполнена у педагога. А вот у педагога воскресной школы недостаточно объяснить 10 заповедей. Даже если он их запомнит, но умеет применять на жизни, значит тебе двойка. Ты не справился с задачей. То, что он знает 10 заповедей и не применяет, это тебе минус. А вот если он знает 5 заповедей и эти 5 применяет, тогда тебе плюс. Вот, вот такая цель. Говорят, вы паломнические поездки ездите. Паломнические поездки это кромко сказано. Мы просто ездим именно для того, чтобы дети посмотрели, как устроена монашеская жизнь, как вообще происходит, что есть люди, которые молятся за весь мир. Да, при том, дело это бескорыстное. Ни у кого ничего не требует, никаких этих, да, то есть тут есть какие-то вещи, которые выше того мирского нашего окружения, которые мы видим постоянно, ежедневно. Вот, любим мы ездить в Ульяновскую обитель, здесь у нас в Усть-Куломровском районе. Детям очень нравится то ездить. Ну, там стараемся ездить на несколько дней, чтобы у них было еще ощущение, там, они ночуют там. И когда ты живешь в Клиниле, когда они там, мы собираемся, ну, участвуем в богослужениях, а потом по вечерам просто общаемся, там, приходят к нам монахи, делятся каким-то опытом, детям задают вопросы. Ну, у детей это очень большое складывается впечатление, там, у них прям, и они меня постоянно заставляют ехать еще раз, еще раз, еще раз. Ну, когда мы еще раз поедем? Ну, когда мы еще раз поедем? Воспитание, оно не заканчивается, если вот ребенок вот выходит из храма, мы говорим, до свидания, но ты его продолжаешь воспитывать своим примером и своей жизнью. Если ты говоришь одно детям, а живешь по-другому, они это почувствуют. В твоих словах не будет силы. Дети очень фальш чувствуют сильные. То есть, детей не проведешь. Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебя слушали дети, ну, как дети, которых ты родил и дети, которых ты воспитываешь, ты должен сам быть вот, жить честно. Перед Богом можно ведь иметь вид честного человека, а жить нечестно. А вот все-таки самое главное, это личное преображение, я считаю. И оно творит чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok